Валерий Царукян Родители соседних домов слышат крики, свистки и стуки мячей. Это звуки спортивного роста. Три гола. Какая твоя футбольная мечта? Стать чемпионом мира. Главное правило почти всего на свете. Чем раньше начать, тем лучше. Сейчас детей отдают в секцию уже в три года. Но прийти в спорт никогда не поздно. Не все родители отдают детей для того, чтобы они продолжили свой путь в качестве футболиста профессионального. Это в первую очередь помогает по жизни. Потом это дисциплина, это опять-таки командная работа. Очень много аспектов, которые дети получают. Пять лет это вот ребята у меня за спиной бегают. Среди них довольно играющие пацаны есть уже с пониманием футбола. В другой группе футболистам по 10 лет. Но у них уже большой опыт. Сначала спортсменов обучают дисциплине. Ставят на ноги и развивают физическую силу. В спорте это самое главное, наравне с теорией и характером. Я просто иногда бегу и просто ногу подставляю. Они бегут со всей скорости и они просто падают, а у меня мяч. Нападающий. Занимаюсь уже пять лет, с четырех лет занимаюсь. А ты получается играешь по позиции вот против десятого номера? Да. Как он в защите? Хорош или слабоват? Хорошо, а тяжело обыграть. Ну получается? Да. Ночью там распасоваться, там в стенке отыграться, то далеко. Ставропольский футбол, несмотря на неудачные результаты взрослых профессионалов, ценится. Проблема не в игроках. Отсюда вышли Дмитрий Полос, Илья Кутепов и Дмитрий Кириченко. В Ставрополе играл Роман Павлюченко и другие сильные футболисты. И сейчас растут большие таланты. В прошлом году у нас по 12-му году команда заняла второе место на первенство Юфоискофуэл. Играем сейчас также с командами Ростовска, Краснодарска, Старопольска. Наша команда на первом месте сейчас находится в этих играх. Так что самые маленькие сейчас у нас только с Москвы приехали, очень достойно сыграли там. Всего в Ставрополе несколько футбольных школ. Есть и частные клубы. Куда отдавать ребенка решение родителей. Главное, чтобы было желание. А дальше дело уже за футболистом. В юношестве это эмоциональные какие-то аспекты. Дальше травмы. То есть на каждый возраст выпадают свои какие-то трудности, с которыми приходится бороться. Но я думаю, так везде. Не только в футболе. Многие тренеры говорят, если футболист хороший, он в любом случае сможет уехать в более сильные клубы. Матвей Сафонов пример. Главное начать и не бояться. Если есть желание, будет и результат. Герман Кудеяров, Иван Тацунов. Ставропольское телевидение.